Здравствуйте! В эфире программа «Калейдоскоп» в студии Юрий Салдаев. Сегодня мы вновь будем говорить о косметологии, о том, что интересует практически каждую женщину. Для того, чтобы разобраться в тонкостях и нюансах эстетики лица, мы пригласили специалиста, врача-косметолога Стеллу Харитонову. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о себе, как вы пришли в профессию, где вы учились, что заканчивали? Я закончила Чувашский государственный университет имени Ульянова. Это в городе Чебоксары медицинский институт. Я училась на кафедре лечебное дело. После я поступила в интернатуру в Российскую Академию медицинского последипломного образования на специальность дерматовенеролога. После чего я закончила курсы косметолога и прошла все сертификационные циклы по всем инъекционным и аппаратным методикам. А расскажите, с чем связан такой интерес? Современная тенденция или просто личная предрасположенность к миру прекрасному? Мне всегда были интересны все методики омоложения по красоте. И я целенаправленно шла к этому. Я знаю, что вы работаете в студии Юлии Вороновой. Расскажите, пожалуйста, какие современные методики применяются в этой студии? Над чем вы работаете? Какие клиенты к вам приходят? С какими проблемами? Что вы им рекомендуете? Да, мы работаем вместе с Юлей. У нас масса различных методик по омоложению. Это и инъекционные, и аппаратные методики. Женщины, конечно же, приходят для того, чтобы стать красивее, моложе. Они хотят убрать возрастные изменения на своем лице. Также обращаются молодые пациентки, которым что-то не нравится, хотят изменить в себе. Чаще всего это контурная пластика губ, скул, то есть волюмизация губ и скул. То есть современные технологии, зеркало и все остальное приводят к тому, что человек хочет быть совершенным. И именно для достижения этой цели они приходят к вам. Расскажите, вот если мы сегодня поговорим более тонко о эстетике лица, на лице какие методики считаются наиболее современными? Что больше применяются? Инъекционные методики, аппаратные методики? Какие современные, самые модные технологии омоложения? Сейчас, конечно же, косметология шагнула вперед. Используются различные методики. Это инъекционные и аппаратные. Мы делаем упор на инъекционные методики. Это такие, как нитевая подтяжка лица, фейслифтинг. Это и контурная пластика с помощью филеров. То есть подбирается все индивидуально от желания пациента и то, что подходит больше. Ну, давайте тогда более прицельно поговорим о том, что такое нитевой фейслифтинг. Что это за процедура? Кому она показана? Ну, это методика подтяжки лица современная, которая не требует проведения никаких операций. Хирургические и аппаратные способы ушли уже на второй план, так как нитевой лифтинг не требует длительной реабилитации. И там минимальное осложнение при правильном проведении. Тогда давайте как раз обсудим, как правильно провести эту процедуру, что необходимо. Специалист, правильно выбранная клиника, методика проведения, правильно выбранные нити. От чего зависит успех конечного результата? Конечно же, от взаимодействия всех этих факторов зависит конечный результат. Понятно. Ну, давайте тогда кратенечко пройдем по каждому из этих факторов. Если клиника, как выбирать клинику, где можно осуществить эту процедуру? Клиника должна быть снабжена специальным процедурным кабинетом. Она должна соответствовать всем требованиям. Это моющие стены и так далее. Мы не будем вдаваться в эти подробности. А лицензия? Обязательно. Медицинская лицензия должна быть у этого салона, либо косметологии, либо клиники. Специалист должен иметь высшее медицинское образование, специализацию и быть достаточно опытным. Все-таки понимать, что он делает и для чего делает данную процедуру. То есть, в принципе, эта процедура называется медицинской процедурой, и не медик. В домашних условиях, при несоблюдении каких-то правил асептики, антисептики, эту процедуру делать не имеет права? Конечно, нет. Потому что это может привести к нежелательным эффектам, либо к осложнениям. Тогда такой вопрос. В каком возрасте чаще всего вы рекомендуете эту процедуру? Женщины какого возраста могут рассматривать это как вариант омоложения? То есть, какого возраста можно подбирать пациентов? В косметологии мы чаще всего ориентируемся на показания все-таки. Но идеальный возраст – это от 30 лет до 45. Хотя в последнее время удачные методики проводятся от 25 лет и даже до 60. Это все индивидуально, и мы разговариваем с пациентами, обсуждаем, чтобы у них не было завышенных требований. То есть, не было неоправданных ожиданий. Да, неоправданных ожиданий. То, чего мы не сможем осуществить, не стоит таких пациентов обнадеживать. Если есть какие-то дефекты уже более возрастные, там подходит только открытый фейслифтинг. Это уже хирургические методики. Таких пациентов мы не берем. С точки зрения регенерации, способности к восстановлению ткани, допустим, фейслифтинг в 25 и фейслифтинг в 50-60 – это немножко разные процедуры с точки зрения ожидания эффекта? Да, конечно. Чем моложе кожа, тем больше будет результата, кожа будет, так скажем, отзываться лучше. Вы знаете, мы сделали подсъемку в студии Юлии Вороновой. Мы сейчас покажем нашим телезрителям видео. Если возможно, вы прокомментируйте, пожалуйста, то, что происходит сейчас на экране. Да, здесь… Это что за процедура? Это фейслифтинг нитевой. Как раз процедура, о которой мы с вами говорим, да? Да, о которой мы говорим. Так, пациентка лежит на столе, значит, все убрано, волосы убраны, все максимальное место вхождения нити максимально обрабатывается, правильно я понимаю? Да, все правильно. Очень важно, чтобы не попадали волосы. Иногда приходится их чуть-чуть сбривать либо убирать, потому что это может привести к осложнению и нагнаем в нее раны. Вот сейчас здесь пациентка примеру какого возраста? Относительно молодая пациентка, это 33 года. Ее жалобы были на снижение тургора кожи, то есть эластичности. Тем самым мы подобрали ей это мононити фирмы Bio S-Line, производство Южная Корея. Вот, следующее видео, пациентка более возрастная, там потребовалось большее количество нитей, нежели на первом видео. То есть она была достаточно довольна результатом. Мы потянули брылья, как раз-таки провисание в нижней трети лица. Вот я бы хотел спросить, какой состав этих нитей, вот то, что вы вводите, из чего состоят эти нити? Состав нитей совершенно разный. Они делятся на нерассасывающиеся нити и рассасывающиеся нити. Те, которые нерассасываются, их потом удалять приходится? Нет, их не нужно удалять. Они обрастают собственным коллагеном, за счет чего достигается эффект. Лифтинг эффекта, да. Как жемчужина наматывается вокруг себя и остается там. Да, за счет собственного коллагена. Изначально первыми были произведены золотые нити. Они пользовались большой популярностью. Проводилось не только в области лица, но и по телу данная процедура. Значит, каждая ниточка обрасталась собственным коллагеном. Но сейчас этот метод уже используют редко. За счет чего? За счет того, что нельзя использовать после золотых нитей какие-то аппаратную косметологию. А почему они не сочетаются? Это избыточное воздействие уже на кожу или какой-то иммунный фактор влияет? Да, за счет состава нитей. Понятно. Сейчас большую популярность набирают рассасывающиеся нити. Ну и также нерассасывающиеся – это такие, как Аптос. Они состоят из полипропилена. Делается прокол в области козелка уха. И создается такой видимый лифтинг эффект – мгновенный лифтинг. Да, у нас женщины очень любят быстрый результат. Тогда, когда она пришла на процедуру и вышла с неё уже на 10 лет моложе, да? Да. Вот у нас на сайт приходят вопросы в режиме онлайн. Что такое брыльки-бахромки? Вот вы в разговоре с нами сейчас употребили этот термин. Хотелось бы поподробнее понять. У нас телезрители заинтересовались, что такое брыльки. Брылья – это провисание жировой ткани в нижней трети лица за счёт того, что вот сила притяжения всё-таки у нас направлена вниз. И с возрастом потеря коллагена и просто появляются провисания. Эти провисания очень хорошо корректируются с помощью нитей. Мы тем самым перемещаем лишнюю жировую ткань в среднюю трети лица и формируем чёткую линию подбородка, морщины-марионетки и носослёзный канал. У нас вопрос поступил в Инстаграм. Сколько примерно стоит такая процедура? Примерно в среднем. И понятно, что зависит от количества нитей и так далее, и так далее. В среднем примерно от и до такие процедуры обходятся посетителям. Значит, всё зависит от состава нити, рассасывающейся ли это нити, либо нерассасывающейся нити. Нерассасывающиеся нити, такие как АПТОС, их ставится по одной штуке с каждой стороны. В среднем процедура стоит 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. А если это мезонити, то мы считаем за каждую ниточку отдельно. Это в среднем 450 рублей. 450 рублей стоит одна ниточка. А там уже зависит от размера вашей щеки, сколько ниточек в неё войдёт. Да, зависит от возраста, от состояния кожи. В общем, много факторов. Всё индивидуально подбирается. А какие наиболее надёжные производители этих нитей, на ваш взгляд? С какими нитями, какого производителя, допустим, вы работаете? Мы работаем только с осертифицированными нитями. Мы работаем с нитями Bios Line. Это производство, как я уже повторяюсь, Южная Корея. А российские нити, допустим, есть на рынке косметологии? Присутствуют? Кто-то производит такие? К сожалению, пока вот с такими нитями мы не сталкивались, не работались. То есть ещё пока наши отечественные не освоены такие технологии? Да, пока ещё нет. Но есть к чему равняться, есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Я думаю, что скоро... Хорошо, расскажите такой очень важный момент. Я думаю, он для наших телезрителей тоже очень принципиально. А как обезболивается данная процедура? Так, чтобы человек не так болезненно ощутил всё, потому что вмешательство достаточно серьёзное? Да, конечно. Мы обязательно обезболиваем, чтобы пациент не испытывал никаких нежелательных реакций. Используется инфильтрационная анестезия местная. Всё это обезболивается. Значит, конюльной техникой под кожно-жировую клетчатку мы вводим раствор литокаина. А последующим пациент не чувствует ничего, никаких неприятных ощущений нет. То есть, в принципе, процедура не доставляет пациенту дискомфорта, и он её спокойно переносит? Да, да. Потому что, когда смотришь видео, кажется, что процедура очень болезненная, и человеку не очень комфортно и приятно. Нет, никаких... Ну, есть небольшие субъективные ощущения какого-то ползания под кожей. А так болевых ощущений нет. То есть мы возвращаемся к тому моменту, что красота всё-таки жертва требует, да? Да, требует, конечно, определённых жертв. Ну, женщины готовы идти на эти жертвы ради того эффекта, который они ожидают. Да, конечно. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на рекламу. Никуда не уходите, реклама пройдёт быстро. Мы снова возвращаемся в студию. У нас в гостях врач-косметолог, специалист по эстетике лица Стелла Харитонова. Давайте продолжим нашу беседу, потому что у нас в режиме онлайн поступают вопросы. Спрашивают, а если не понравится результат от вашей процедуры, как можно его подправить и как не увлечься этими процедурами, чтобы не превратиться в Майкла Джексона? Ну, процедуру всегда можно исправить. Здесь большое влияние имеет всё-таки специализация косметолога. Чаще всего бывает такое, что асимметрия, было поставлено недостаточно нитей. То есть мы просто потом смотрим через определённое количество времени и добавляем. Можно где-то добавить количество нитей, чтобы увеличить эффект и так далее. Это смотрится уже в динамике, да? Да, в динамике. Просто мы просим пациента подойти через определённое количество времени, когда сходит отёк, и наблюдаем его. Следующий вопрос. Какие могут быть побочные эффекты от инъекционных методик? Какие из них можно потерпеть, а какие уж очень болезненные и опасны? Как раз возвращаясь к вопросу обезболивания. Мне кажется, что современные методики при современном обезболивании не так уж болезненны и чувствительны для человека. Да, конечно, всегда можно обезболить, и всё сведено к минимуму, все риски. И побочный эффект. При соблюдении тех правил, наверное, о которых мы говорили, да? Да, конечно. Если вы делаете не в шарашкиной конторе, если вам делает лицензированная клиника, дипломированный специалист, вы берёте нити не какие-нибудь, а действительно проверенные у хорошего производителя и так далее, тогда минимальный эффект. Да, согласна. И необходимо, конечно же, разговаривать с пациентами. Мы собираем полный анамнез, всё узнаём о человеке, есть ли у него какие-то инфекционные заболевания, есть ли какие-то хронические заболевания. Если есть противопоказания, то мы не берёмся за этого. Всё правильно. Знаете, самое главное – это наглядность, поэтому мы сейчас посмотрим ещё немножко видео, снятое в вашей студии. Давайте покажем видео. Если можно, вы по ходу видео комментируете, что происходит. А, да, это более возрастная пациентка, ей 60 лет. Значит, мы обезболиваем вместо вкола. Это как раз о чём мы говорили, сначала идёт обезболивание. Да. Для того, чтобы последующая процедура не принесла болевого эффекта пациентке. Вводится вот как раз медлидокаин, наверное, да, как раз говорили? Да, вводим медлидокаин, ждём какое-то определённое количество времени, а затем вот сейчас показывает, как вводят конюлю, в которой находится сама ниточка. В данном случае устанавливались нити с насечками, так называемые коги, для того, чтобы был значительный лифтинг-эффект. Я так смотрю, что при введении нити тут существует сопротивление тканей, да, что иногда как бы процедура бывает такая достаточно затруднительная. Тут действительно надо быть специалистом, чтобы не попасть в нерв, сосуд и так далее, правда? Да, правильно, мы работаем на правильных слоях, и это обеспечивает нам уверенность в том, что мы не проткнём никакие сосуды, никакие нервы, также знания анатомии и необходимы косметологу в данном случае. Ага, и вот процедура проводится, смотрю, что у доктора перчаточки, всё как бы с соблюдением правил асептики, антисептики. Опять же, говорим о том, что убраны волосы, и пациент закрыт простынёй, да? То есть тут как бы операционное поле, где происходит вмешательство, оно максимально подготовлено, максимально обеззаражено. Да, всё правильно. А размер конюля имеет значение, толщина конюля? Или это подбирается от возраста, или от каких-то ещё моментов? Или она универсальная? Нет, она не универсальная, то есть ниточка уже идёт в конюле. Существует такое сопротивление тканей за счёт того, что там связки, и их нужно просто пройти, протолкнуть. Поэтому видео такое немножко шокирующее. Да, в принципе, оно не такое шокирующее, просто каждый невольно видит себя на этом месте и прикидывает свои ощущения, насколько это болезненно, насколько это полезно и так далее. Вопрос нашего сайта. А мужчины приходят в вашу клинику на какие-либо процедуры? Если да, то какие пользуются популярностью у мужчин? Да, конечно. Сейчас активно всей косметологией пользуются также и мужчины. Чаще всего это ботулинотерапия, то есть удаление нежелательных морщин. Чаще всего приходит также это мезотерапия волосистой части головы, когда у мужчин облысения, пытаемся остановить этот процесс. А каков эффект? Начинают волосы расти лучше? Да, волосы растут лучше, они меньше выпадают. Необходимо пройти определенный курс. Конечно, причина залегания все-таки немножко в другом, но все-таки это останавливает процесс. Там имеет значение гормональный статус, да? Корректировка еще гормонального статуса. Да, конечно. Какие существуют противопоказания медицинские для инъекционных методик пациентов с какими заболеваниями вы не берете на процедуру? Не берем. Это абсолютное противопоказание. Это, конечно же, беременность, лактация. Мы не берем таких пациентов. Это нарушение свертываемости крови. Это аутоиммуны, онкологические заболевания. Тяжелые формы аллергии. Сахарный диабет. Некомпенсированный особенно. Также мы уточняем, какие препараты принимают пациенты. Если он находится на постоянном применении каких-то лекарственных веществ, это тоже имеет значение. Да, антиакогулянты, антиагреганты. Это варфарин, аспирин. Мы все это уточняем. Обязательно учат, потому что это влияет на свертываемость крови и в итоге на эффект от процедуры. Можно получить противоположный эффект от того, к которому мы стремились. А скажите, на эти нити, которые вы вводите, аллергия бывает? Нет. Если нити рассасывающиеся, то они состоят из полимолочной кислоты. Полимолочная кислота входит в состав нашего организма, и она полностью рассасывается, биодеградирует и выводится естественным путём. Поэтому с таким мы не сталкивались, чтобы были у человека аллергии. Но, конечно же, обязательно уточняем, есть ли какие-то вообще... Ну и теперь вопрос, который очень волнует тоже наших телезрителей. А как долго держится результат? Всё индивидуально. Это, опять-таки, зависит от состава нити. Если это не рассасывающиеся нити, там эффект держится чуть дольше. Если это рассасывающиеся нити, то мы говорим, что эффект держится от полугода до года максимум. Угу. Опять же, зависит от возраста. У кого-то у молодых, допустим, дольше держится эффект, то у возрастных меньше держится. Или это зависит от индивидуальной особенности организма человека? Всё-таки я бы сказала, что это индивидуальная особенность организма. Это скорость метаболизма, и различные факторы влияют на это. Также приём алкоголя, курение. Если занимается человек спортом, то эффект может держаться меньше задуманного. – Понятно. Нам предлагают ещё посмотреть видео с инъекционными методиками на лице. Давайте посмотрим. Вот, опять же, хотела услышать ваше мнение, что сейчас происходит, что… – Здесь мы делаем мезотерапию вокруг глаз. – Ага, процедура называется мезотерапия. – Да, это тоже. – В чём её суть? – Это тоже мезотерапия. Суть в том, что мы вводим коктейли различные внутри дормально для борьбы с различными проблемами. – То есть они вводятся поверхностно в кожу, эти вещества? – Да, поверхностно в кожу. Для различных проблем. Вот в данном случае это пигментация, постактная. – И угревая сыпь. – Угревая сыпь. – А вот то, что немножечко крови выступает после уколов, это нормально? – Конечно, это нормально. Мы всегда говорим пациенту, всё-таки у нас в руках не волшебная палочка, это игла. И предупреждаем о том, что могут сохраняться потом экхимозы, синячки. – А есть какие-то рекомендации, что-то не употребляют, типа кофе перед процедурой, влияющей на давление, ещё что-то? Какие-то рекомендации особенных? – Нет, кофе не является противопоказанием. Всё-таки мы говорим о том, чтобы не употребляли алкоголь. Тепловые процедуры после проведения мезотерапии любых инъекционных методик также запрещены. – А вот сейчас на губах эта процедура – это контурная пластика? – Да, это контурная пластика губ с целью волюмизации, создания более чёткого контура. Здесь опять-таки мезотерапия. – То есть, чтобы губы были привлекательными и сексуальными? – Да. – А здесь что вводится, какой медикаментозный состав? – Здесь мы вводили витамин С для того, чтобы обесцветить постакно. – А в губы вводятся филеры? – Да, филеры. Филеры – это стабилизированная гиалуроновая кислота, которая вводится для увлажнения и создания объёма. – И красивой формы губ, конечно. – Ну, в принципе, да. Важно же увлажнение кожи, потому что кожа иссыхает, теряет свою эластичность, турбур и всё остальное. – Да. – Ну, такое видео, в принципе, посмотрев на эту женщину, лежит она достаточно спокойно, мне кажется, что для многих женщин эта процедура уже становится практически нормой. – Да. Это так. – Теперь хотел бы спросить о том, как долго продолжается реабилитационный период после этих процедур, как долго человек возвращается к нормальной образу жизни. Потому что, ну, не секрет, что есть какие-то ограничения после введения нити. Кстати, вот, что именно? Нельзя посещать сауну на солнышке. Какие моменты, в чём человек должен себя ограничить после этой процедуры? – Да, мы предупреждаем пациента о том, что не следует посещать сауны, высокие физические нагрузки также исключаем, употребление алкоголя. Также мы говорим о том, что необходимо меньше пользоваться мимикой, там, активно жевать, говорить, смеяться. – А поцелуи? – От поцелуев тоже стоит отказаться на небольшой срок, как минимум неделю. – А как раз давайте у нас предлагается нам ещё посмотреть видео по губам. Очень интересно. Женщина лежит спокойно. Вы её так хорошо обезболили? Или у неё такой низкий болевой порог? – В данном случае была проведена проводниковая анестезия, поэтому она ничего не чувствует. Там была… Значит, мы исправляли асимметрию вследствие после инсульта. – А, то есть это ещё и как бы косметологическая процедура после медицинского несчастья, если с девушкой случился инсульт, нарушается асимметрия лица. – Да. – И вы в этих ситуациях тоже, в принципе, можете помочь, да? – Да, мы тоже можем помочь. Это уже играет более важную роль для психологического состояния пациентов наших. Так, здесь также вводим филер для… Здесь уже волюмизация, то есть создание объёма привлекательных губ. – Угу. Ну, вот я так понимаю, что исключить тепловые процедуры, типа сауны, воздействие прямое солнце и так далее, а ещё какие-то медикаменты, может быть, какие-то нельзя применять после этих процедур? – Нет. – Таких сильных ограничений нет, да? – Да, серьёзных ограничений нет. Мы говорим о том, чтобы не пить горячее также. – Ага. – Вот. Что ещё? – Алкоголь почему нельзя? Алкоголь влияет на сосудистый тонус, влияет на давление… – На свёртываемость крови, да? – На свёртываемость крови, да? – Да, да. И будут синяки, химозы, то есть они будут сохраняться длительное количество времени. – Понятно. А какие осложнения бывают? Ну, не секрет, любая медицинская процедура может под процентовку осложнений попасть, да? То есть есть какой-то процент, который всё равно осложнений. Какие вот наиболее часто встречаются в таких процедурах осложнения? – Чаще всего это инфицирование за счёт несоблюдения септики и антисептики. И либо, если у пациента есть какие-то хронические очаги инфекции, мы всё это с ним обсуждаем, и сначала необходимо вылечить их. То есть санация очагов хронической инфекции. – Не должно быть хронических очагов инфекции, да? – Потому что они потом обостряются и дают осложнение на ту процедуру, которую… – Приходится удалять хирургически. Это бывает, конечно, крайне редко. Вот. – Ну, понятно. Дорогие друзья… – Также сейчас хочу сказать то, что, да, могут быть синяки. Это всё является нормой, ничего страшного. В общем, я думаю, что это всё. – Понятно. То есть процедур бояться не надо, надо идти в хорошую клинику, хорошему специалисту и получать хорошие процедуры. – Да, и наслаждаться результатом. – Понятно. Дорогие друзья, на этой положительной ноте мы заканчиваем сегодня нашу программу. Напоминаю, что у нас в гостях был врач-косметолог, специалист по эстетике лица Стелла Харитонова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА